Несколько минут и засор в колодце устранен. Каналопромывочная машина работает на улицах Тулы уже более трех месяцев. За это время мобильная бригада сервисного центра очистила более 5 километров ливневой канализации. Ее общая протяженность в Туле – 120 километров. Раньше содержанием и очисткой ливневок занимались подрядные организации. Сейчас мобильная бригада проводит как плановые, так и экстренные работы. В моменты, когда сверхмотивное выпадение осадков в сильные дожди, те места, где скапливается вода, так называемое подтопление, вот эта мобильная бригада выезжает и ликвидирует эти подтопления. И потом эти места становятся на особый контроль. И раз в две недели, раз в месяц они также профилактически прочищаются. Промывать всю ливневку необходимо как минимум два раза в год. После зимы, когда в трубах образуется песок, и осенью, когда их забивает листвой. На плане ливневой канализации отмечены самые узкие места. Их прочищают независимо от дождей в плановом порядке. Засоры в момент подтопления стараются убрать в день их появление. Тем более, что с появлением канала промывочной машины это стало гораздо легче. Машина работает под давлением 160 атмосфер. То есть получается вихревое движение воды, которое промывает потоком воды трубы. Очищают. То есть не надо все это вручную или тросиком промывать. Однако, даже такое нововведение не всегда решает проблему. После обильных июльских дождей в Туле выявили 26 мест застоев воды. Улица Коминтерна – одна из наиболее проблемных точек города. Ливневка здесь забивается регулярно. И во время осадков по трамвайным путям текут настоящие реки. Прочисткой уже не обойтись. Без капитального ремонта улицу просто зальет водой. К следующему году администрация обещает провести капитальный ремонт и реконструкцию проблемных ливневок. А также построить новые участки. София Кириллова, Андрей Ремезов. Новости Тулы.